всем привет и в этом видео как и обещала покажу вам как относила клиентка ногти которые я наращивала на гелевые типсы и ничего больше у нас не было что этим хочу сказать кто видел прошлое видео то вы знаете о чем я кто не видел переходите по ссылке или сейчас вот будет ссылочка вверху в правом углу экрана на прошлое видео можете посмотреть ну и вкратце расскажу для тех кто не хочет смотреть прошлое хочет посмотреть это видео то там я наращивала просто на гелевые типсы без какого-либо укрепления сверху и очень любопытно было многим в комментариях как же относятся такие ногти честно говоря мне тоже было очень интересно посмотреть и но и при этом волнительно потому что делала я на клиенте это не модель для видео и я очень переживала как же одна носит эти ногти но я решилась попробовать наращивать на гелевые типсы по вашим комментариям многие писали что не нужно сверху укреплять на наращивание гелевыми типсами материалом дополнительно что все и так будет отлично носиться и в принципе да вы были правы все отлично носится при этом я не делаю вывод только по одному клиенту я видела уже клиентов 6 ко мне вернулась с наращиванием гелевыми типсами когда было все в порядке поэтому в принципе могу и вам смело рекомендовать попробовать но возможно есть такие клиенты которые конечно не донесут нам такие ногти в целости и сохранности но попробовать я считаю стоит мне кажется что все должно быть хорошо эти типсы сами по себе имеют какую-то архитектуру они довольно плотные и в принципе ничего ломаться не должно я кстати тоже делала себе наращивание на гелевые типсы кстати видео тоже есть на канале где я себе делала маникюр и вот я уже хожу наверное больше месяца и все отлично все хорошо все держится поэтому гелевые типсы это конечно же хорошая идея если у вас не получается наращивание например на бумажные формы но и плюс это намного экономнее по времени получается потому что укрепление дополнительные сверху нам не нужно поэтому я планирую приобрести еще какие-то формы гелевых типс разные фирмы и попробовать возможно есть типсы поудобнее потому что у меня сейчас самые обычные самые дешевые об наращивании но хотелось бы пробовать и другие ну и сегодня при выполнении коррекции клиентка ожидаемо попросила меня сделать ей форму поуже и форму балерина если вы видели прошлое видео то там я рассказывала что при наращивании ногти получились довольно широкие потому что сама гелевая типса была довольно широкой формы квадратной и вот как-то заузить ее у меня не получилось поэтому клиентка получила довольно широкий квадрат но в прошлом видео она в принципе и просила меня тогда сделать четкую форму поэтому я думаю что проблем с этим в принципе у нее не возникло она и хотела четкий квадрат но вот все-таки широковаты были ногти и поэтому в данном случае на меня в данной работе попросила их немножко уже заузить что я и сделала я сделала форму балерина и в принципе конечно в этот раз при отрастании ногтей мне удалось это довольно легко сделать что я не могла сделать на прошлой коррекции поэтому сегодня будет балерина возможно не такая идеальная как она бывает но в принципе я старалась и выполняю маникюр такой фрезой . по-моему она называется с красной насечкой кстати сегодня я не отодвигала кутикулу а начала сразу выполнять маникюр по присыпке ну здесь просто не сильно налипшая кутикула поэтому я не стала тратить на это время кстати хочу вас поинтересоваться как ваши будни сейчас проходят потому что знаю многих предновогодние пилилова просто 24 на 7 и у меня сейчас такого нет я сейчас не беру много клиентов потому что у меня еще и канал есть ну в общем то тоже работаю по два клиента в день где-то сейчас беру бывает по одному ну в общем как-то новому году не особо хочется что-то наряжать ставить елочку да и клиенты тоже в этом году не делают особо каких-то ярких дизайнов новогодних всех как-то нету на этого настроения ну собственно и нашем городе не будет ни елочки никаких празднований ну потому что город разрушена чем можно вообще говорить о каких празднованиях да и в стране война как-то нет в общем настроение на предновогоднюю суету плюс еще погода такая что дожди идут периодически снега нет поэтому к новому году как-то особо в этом году не готова а как у вас с этим мы ставили вы уже елочку или нет если у вас уже какое-то предновогоднее настроение и какое настроение у ваших клиентов много снежинок в этом году рисуют и елочек или все-таки уже клиенты отходят на однотон и какие-то нюдовые покрытия так вот в данном случае моя клиентка будет делать довольно нежный дизайн укрепление я делаю таким нюдовым оттенком бежевым практически на всех ногтях делаю такой цвет и только на двух ноготках у нас будут блестки еще сегодня буду делать амбре кстати когда я начала выполнять амбре я обнаружила что у меня нет аэропуфинга ну а кистью для амбре это сделать довольно проблематично у меня не получается делать красивую растяжку именно белого цвета по камуфляжу поэтому я распереживалась так оказалось что клиентка хочет амбре и вспомнила старый добрый способ взять обычную мочалочку которой мы моем посуду и сделать амбре такой мочалочкой сначала мне показалось что получится не очень хорошо что будет сильно как бы такая в крупинку скажем так сильно будет амбре но вы знаете получилось не так уже плохо как я и ожидала все в принципе прилично выглядит мне кажется намного хуже было бы если бы я стала растягивать белый цвет кистью тогда конечно амбре выгодила бы очень некрасиво так как и перехода плавного меня не получилось бы собственно надо не забудьте еще заказать себе аэропуфинг и под эти подушечки потому что очень они выручают когда клиент хочет амбре быстренько натыкал и все а когда говорит что ты не хочешь делать амбре или у тебя чего-то не хватает клиент начинает просить градиент двумя цветами или тремя цветами это намного дольше нежели делать амбре поэтому конечно покупайте себе амбре у кого нет кто сейчас тоже вспомнил что у вас закончились эти подушечки кстати аэрограф тоже очень хорошая штука очень хочу попробовать и заказать но вот сомневаюсь потому что много негативных отзывов мне кажется это довольно сложно нужно много цветов ну как-то заморочено это все проще взять кисти или вот это тоже подушечку для аэропуфинга но это очень красиво и можно создавать довольно симпатичный дизайн и в общем у кого есть аэрограф кто уже работал пробовал напишите свои впечатления советовали бы приобретать или нет ну а я тут уже сделала выравнивание я смешала гель жидкий прозрачный вместе с блестками и нанесла на два ногтя сразу кстати вот этот момент с нанесением я взяла гель-краску от global fashion и прекрасно вот так все распределила напишите в комментариях как вам итог понравился или нет и хотел еще попросить вас поддержать мой канал поставить на это видео лайк и подписаться и еще жмите колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео большое спасибо всем кто откликнулся и всем кто помогает моему каналу продвигаться пишите в комментариях как вам моя сегодняшняя работа но я надеюсь что с вами ненадолго прощаюсь всем пока а